Марина Серова. Белая и пушистая. Пролог. Слабый лучик солнца осторожно заглянул сквозь неплотно завешанную штору, робко напоминая о том, что зима подходит к концу, и совсем скоро о своих правах активно заявит весна. Жанна любила весну. Она радовала ее слепящим солнцем, звонкой капелью и веселыми ручьями, ожиданием чего-то нового, свежего и, разумеется, приятного. Жанна невольно зажмурилась, поймав сомкнутыми веками озорной солнечный зайчик и слегка улыбнулась, сладко потягиваясь в постели. Вылезать из уютного тепла зимой не очень-то хотелось, но сегодняшнее утро начиналось необычно. Все было не так, как зимой, хмурый, серый, тягучий и казавшийся бесконечный. Жанна сбросила одеяло и легко спрыгнула с кровати. Сделала несколько наклонов и приседаний, с легкой досадой отметив про себя, что за зимний период успела облениться, набрать несколько лишних килограммов и слегка утратить былую гибкость. «Ничего, за весну приведу себя в порядок», — стоя под прохладными струями душа, думала она. «К лету опять буду просто конфеткой». Негромко напевая, Жанна вышла из ванной и направилась одеваться. Она облачилась в форму и оглядела себя в зеркало. Многие девчонки ворчали из-за того, что им приходится ходить на занятия в форме на одежде, но Жанне она нравилась. Наверное, в первую очередь из-за того, что Жанне она очень шла. Форма придавала девушке немного детский и наивный вид, одновременно делая ее трогательной и соблазнительной. Особенно короткая юбка, которую Жанна, никому не говоря ни слова, еще немного подкоротила. Ноги ее, что и говорить, были красивы, стройны, и было глупо этим не пользоваться. Жанна решила, что может себе позволить открыть их большее, чем это официально регламентировано. Никто вроде бы ничего и не заметил, а если и заметил, то промолчал. И Жанна не стала акцентировать на этом свое внимание. Ее больше волновало чужое внимание, направленное на ее открывшиеся ножки. Жанна быстро приготовила себе кофе, сделала несколько глотков и потянулась к пачке сигарет с ментолом. Пачка была мягкая, и сигарету нужно было выбить оттуда. Однако на этот раз у Жанны что-то ничего не получалось. Она с раздражением заглянула вовнутрь. Так, опять девчонки вчера вечером выкурили все мои сигареты. Неужели нельзя курить свои? Ну, ладно. Она бросила пачку на стол и недовольно надула губы. Настроение несколько померкло, но не настолько, чтобы совсем испортиться. Жанна отодвинула чашку с недопитым кофе и взглянула на часы. Вообще-то желательно поторопиться, отметила она про себя. Сегодня занятия проводит Лилия, и если я опоздаю, то она обязательно вкатит мне замечания. Нужно было вчера лечь пораньше. А я что-то припозднилась. И Димку еще никак не выгонишь. Вот прилип. Неужели непонятно, что между нами ничего не может быть? Жанна подхватила сумку и направилась к двери. Из других, таких же, как у нее, комнат, торопливо выходили другие девчонки. Несмотря на разницу в росте и комплекции, все они очень походили друг на друга. В основном, конечно, благодаря одинаковым костюмам. Господи! Продолжала свой воршливый, мысленный монолог Жанна. И когда же кончат мыть полы этой дурацкой хлоркой? Дышать этим каждое утро просто нет уже никаких сил. За те деньги, которые мы платим, могли бы и не мыть этой гадостью? Здесь Жанну можно было понять. Запах был действительно отвратительным. Причем это касалось всего учебного корпуса. «Привет!» — услышала Жанна сзади и, обернувшись, увидела Лену-замятину. «Привет!» — секунду помедлив, ответила она и заставила себя улыбнуться. Жанна просто терпеть не могла Лену, но никогда этого не показывала. У Лены был очень влиятельный папа, а мало ли что может случиться в жизни. Это было основным правилом Жанны — никогда не выражать открыто своей неприязни. Это она могла позволить себе только мысленно, наедине с собой. «Кто у нас сегодня подопытный кролик?» — поинтересовалась Лена. «Кажется, Светик, да? Светик, Семицветик?» «Нет!» — скривив лицо, ответила Жанна. «Сегодня подопытный кролик я...» Она обреченно вздохнула и объяснила. «Светка вчера заболела, я и вызвалась вместо нее. У меня же давление часто повышенное. Вот и решила помочь сама себе, а заодно и послужить для науки». «Вот так тебе повезло!» — воскликнула Лена. И тут же побежала вперед делиться полученной новостью с подругами. И Жанне показалось, что однокурсница обрадовалась тому, что сегодня на практических занятиях будут мучить именно Жанну. Впрочем, мучить — это, конечно, перебор. Сегодня предстояло практиковаться всего лишь во взятии крови из вены. Процедура не то чтобы очень приятная, но вполне терпимая. Вот Жанна и предложила свою кандидатуру. Тем более, что, во-первых, у нее и впрямь часто было повышенное давление, а во-вторых, после взятия крови из вены полагался дополнительный отдых, которым Жанна планировала с удовольствием воспользоваться. «Жанна, ты на кухню идешь?» — обгоняя девушку на ходу, спросила Марина Гречишина, староста группы. «Не знаю, что-то неохота», — призналась Жанна. «Пошли, пошли», — поторопила ее староста, решительно беря под руку. «Тебе же сегодня кровь сдавать. Ты что, забыла?» «Ничего я не забыла», — с досадой отмахнулась Жанна от ботанички Марины, как называла ее про себя. «Вот и пойдем. Тебе нужно подкрепиться хотя бы молочком», — тоном, в котором зазвучали начальственные нотки, категорично заявила Марина. «А то будешь потом на занятиях носом клевать». «Ой, да что вы ко мне пристали», — поморщилась Жанна. «Я и сама не маленькая». «Пойдем, пойдем», — Марина мягко, но решительно увлекала Жанну в сторону молочной кухни. Туда уже набилось несколько студенток. Они подходили к холодильнику и доставали оттуда маленькие стеклянные бутылочки, наполненные молоком или кефиром. Жанна наблюдала, как девочки открывают бутылочки и с удовольствием припадают к их горлышкам. «У младенцев обед отбираете?» — усмехнувшись, спросила она и тут же поймала удивленные взгляды некоторых студенток. «Ты чего это вдруг?» — обратилась к ней Инна Корецкая. «Нам же никто не запрещает». «Знаешь же, что молока и кефира каждый день остается выше крыши», — поддержала ее Катя Носова, еще одна одногруппница. «А вы и рады халяве», — продолжала язвить Жанна. «Ты что, не выспалась, что ли?» — пожала плечами Инна, допивая кефир. «Выспалась», — отрезала Жанна. «Так, девочки, хватит!» — прикрикнула на них Марина, протягивая Жанне бутылку с молоком. «Вот, пей скорее и пойдемте. Инна, ты сегодня берешь кровь, не забыла?» «Нет, не забыла». Инна поставила опустевшую бутылку в раковину и вышла с кухни. «Сейчас она на тебе отыграется», — подмигнув Жанне, засмеялась Катя. «Пусть только попробует». Поднос себе так, чтобы никто не слышал, проворчала Жанна и нехотя приложилась к бутылке. С залпом выпив молоко, она также поставила бутылку в раковину под одобрительным взглядом Марины и двинулась к выходу. «Из чего это я на них наехала?» — удивлялась она самой себе, и настроение все куда-то улетучилось. «Жанна, подойди на минутку», — послышалась сзади. Она взглянула на часы и, убедившись, что до начала занятий осталось 10 минут, прошла в конец коридора. Занятия начались, как обычно, со смешков студенток и строго проницательного взгляда Лилии Федоровны, главной медсестры больницы, которая обязательно присутствовала на подобных занятиях. Клиника Асташова была одной из самых престижных в городе. Здесь мечтали поправить здоровье многие граждане Тарасова, но далеко не все могли себе это позволить. Лечение здесь было платным и довольно ощутимо било по карману среднестатистического жителя города. Правда, таковых здесь было не очень много. Несколько лет назад рядом с клиникой был открыт учебный центр. Он представлял собой нечто среднее между медучилищем и мединститутом. Принимались сюда юноши и девушки только после получения аттестата об окончании 11 класса. Конкурс был большим. Учеба здесь считалась делом очень престижным, что, разумеется, отражалось и на ее оплате. Не каждый мог себе позволить получать медицинское образование в этом центре. После окончания учебы очень многие студенты оставались работать в клинике. Условия здесь были отличные, современные, а зарплаты существенно выше среднего. Медработники, в отличие от своих коллег на государственных службах, не страдали от отсутствия денег. Практические занятия были обязательны для всех и никому из учащихся не нравились. Еще бы, кому понравится чувствовать себя в роли пациента, особенно тогда, когда у тебя абсолютно ничего не болит. Но через подобные процедуры должны были пройти все, рано или поздно. Контингент в клинике был богатый и весьма капризный. Так что любую процедуру для больных учащиеся должны были уметь исполнять не просто хорошо, а безупречно. Конечно же, всем возможным медицинским исследованиям, которые порой бывали очень неприятными и даже болезненными, студентов не подвергали. Но для вполне обычных процедур обходились своими кандидатурами. Жанна уже не раз была в роли пациентки и совершенно не волновалась. Вены у нее были хорошие, крупные. Ход их легко прощупывался, а брать кровь должна была Инна Корецкая, одна из лучших учениц группы, славившаяся своей легкой рукой. Так что Жанна была спокойна. Инна тоже не выказывала признаков тревожности, а остальным и вовсе нечего было бояться. Продолжение следует...